Появилось немножечко свободного времени, пока у меня там другая самоделка делается, застывает эпоксидная смола. Нашел я вот такое старенькое сверло. Тут просматривается, что это HSS, это R6M5, сверлышко металла. Есть у меня еще такой бур. Ну, бур я не знаю, из чего я сделал. Конечно, с него проще было бы сделать шило. Все делают шило, вот решил сделать и я. Посмотрим, что из этого получится. Тем более мне домашний мастер предоставил вот такой вот... Ну, как предоставил, за символическую сумму он мне прям вообще за копейки отдал вот такой заточной станок. Сейчас мы его как раз протестируем. Серега, тебе огромное спасибо, друзья. Это не совершенно никакая там реклама, просто хочу сказать большое спасибо домашнему мастеру. Ссылочка на его канал тоже будет в описании, можете зайти посмотреть, кто и не знает его, если не знаете. Друзья, зажал я сверло наше в дрель, приготовил водичку, чтобы охлаждать его. Ну и сейчас будем на наждаке потихонечку его обрабатывать. Вода, чтобы не потерять свойства металла, чтобы охлаждать. В общем, вот так вот получается сейчас, да, точится. Возможно, я такое взял сверло, которое слишком большой рис, можно было поменьше, конечно, взять. Но такое было сломанное, решил его использовать. Ну, сейчас до конца уже заточу и потом уже буду делать дальше и покажу, что получается. Так, ну, заточил я сверло уже, как видите, острое получилось. Сейчас даже, видите, осталась, правда, и грань, можно прям даже закручивать будет, да, как бы здесь. Сейчас хочу эту черноту тоже убрать, чтобы было все блестело, обработать потом наждачика, шлифануть, чтобы блестело. Дрель зажал в тисочки, теперь возьмем наждачную бумагу, будем шлифовать, чтобы у нас это все прям блестело. Дрель зажал в тисочки. В итоге вот так это вот получилось. Ну, здесь я не стал шлифовать, здесь, наоборот, пускай будет погрубее, потому что это будет срывать на клей. Сейчас пока сшило, будущее сшило, откладываем в сторонку. Возьмем сейчас брусок. И хотел немножечко я в деле показать, в предыдущем ролике делал такой вот я топорик. У меня много писали, лучше ты показал бы. Не на бумаге, как раз за мной сейчас его немножечко. Я, правда, топорик для мяса делал, но сейчас я просто покажу. Попробуем сразу же на бумаге, будет его нарезать, даже сейчас не буду прерывать кадр. И вот попробуем. Острота вышла. То есть, как видите, ничего не затупилось. Кому будет интересно, ссылочку на ролик оставлю в описании, также будут где-нибудь шапочки здесь вверху. Так, зажал я брусочек в самодельный свой токарный станочек. И сейчас будем потихонечку обрабатывать. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну получается вот такая вот мини-ручечка. Сейчас уберем весь мусор и будем дальше продолжать. Так, ну я, конечно, не токарь, но вот получилась вот такая уручечка. Можно было бы чуть-чуть, конечно, побольше, но в принципе она очень удобно в руке лежит. То есть, сейчас отшлифуем такими поворотными действиями все это сейчас уберем. Так, ручку я шлифанул, а теперь будем медяху нашу сажать на пакси-пол. Я хорошенько намазал, сейчас мы его забьем. Лишки сейчас уберем, конечно. Так же по центру просверлил отверстия и хорошенечко забил туда таксиполом. Сейчас будем забивать это все на место, на свое. Лишки сейчас уберем. и оставляем теперь сохнуть так мы прошло минут 10 засох а теперь немножко надо обработать это напильничком целом уже сама девочка готова смотрится прям прикольно зажал я все это в тисточки сейчас быстренько уберу черноту сна и и и и и и покрыл я ручку воском был у меня с шоколадом там остаток немножечко покрыл смотрит теперь это вообще шикарно сейчас попробуем его в деле так ничего более подходящие конечно не нашел мы попробуем там на металле как видим и даже кончик ничего нас но сфокусируйте уже как видим кончик вообще осталось таким как так можно вот раз и пошел вот он опять как сверло можно глубже утапливать его так прикольно получилось шило я думаю что вещь сделанную своими руками приносит вообще всегда удовольствие а тут еще и симпатично получилось так что всем кому понравился ставьте по лайку прокомментируйте поделитесь данным видео вам не сложно мне очень приятно так что друзья всем спасибо до новых встреч до новой самоделки пока пока